Всем привет, дорогие друзья! Сегодня начинается первый день нашего увлекательного воркшопа. Как я уже и говорил, наш воркшоп проводится для того, чтобы люди, которые приехали к нам, а все это разные люди с разными взглядами, с разными интересами, сплотились и превратились в настоящую команду. Сейчас Надежда объявит условия этого комбината. Сразу поделиться на две команды, которые будут передвигаться на двух машинах. Соответственно, в одной команде будет оператор Александр Якушин, в другой Дима порадовала. Значит, Валя, Юра, Саша. Получается, три человека у нас в этой команде. Серегу тоже отдаем вам. Сколько человек с этой стороны получилось? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все. Вот, по четыре человека у нас получилось в каждой команде. А, замечательно. И два войти. Значит, итак, Надежда оглашает задачу первого дня. Слушаем внимательно, пожалуйста. На Северном Кипре очень много различных монастырей, заброшенных и не очень. Так вот, сегодня задача у вас будет найти один из таких монастырей по тем координатам, которые мы вам дадим, по тем подсказкам. Монастырь не имеет названия, он называется здесь, его называют Армянский монастырь. У вас будет два чекпоинта, на которых вы найдете подсказки. На каждую команду по два чекпоинта. Плюс вы сейчас выберете себе маршрут. Маршруты разные. Два маршрута, по которым вы не будете пересекаться и не будете ездить друг за другом. Не скажу, что очень просто, но если чуть-чуть включить логику, юмор, все получится. Поэтому я сейчас попрошу выбрать две команды, ту картиночку, которая больше нравится. Вот есть апельсины в снегу и есть закат такой красивый. Нам апельсины в снегу. Еще, можно я добавлю? Значит, смотрите, у каждого из вас есть интернет. Значит, соответственно, берем информацию из интернета, берем информацию от прохожих. То есть можно останавливать людей, спрашивать у них, если вы уже не понимаете, куда двигаться. Также есть у каждого по одному звонку. Вернее, нет. Ну, звонков можно сколько угодно, но мы снимаем баллы за подсказки. Злоупотребление. Да, за злоупотребление. То есть тот, кто пользуется большим количеством подсказок, тот в конечном итоге лузер. Лузер проигрывает. Да. Когда вы приедете на финишную прямую, то есть найдете этот самый монастырь, вас там ждет еще одно испытание, и вы найдете в итоге два артефакта. По одному на каждую команду. Кто это сделает быстрее, тот и будет победителем сегодня, на сегодняшнем этапе. Значит, если вопросов нет, предлагаю дянуть. Нет. Мы его перенесли, мы его перенесли, мы его перенесли, мы его перенесли. Что? Ну ладно. Чего хочет женщина, прорезает очень плохо. Это ваше. Супер. Читайте задание на обороте. Спасибо. Спасибо.